всем здорово приехал 6 и будем на нем делать ремонт пробовать грунт наполнителя фирмы дюр грунт эпоксидный тут как раз таки нужен фирмы дюр и мне еще прислали шпатевку она пока что одна у нас в украине представлена даже попробуем ребята уже там попробовали помазали теперь попробую я помажу что там будет получаться что хочется показать по этой машине пришла она ко мне со снятым крылом снятым порогом бампера в собранном виде пошорканы там я уже все помыл здесь накинул крыло и хочу показать основной косяк с которым сталкиваются абсолютно все прям вот все и каждые хотя бы раз два три но сталкивались особенно рихтовщики вот эти или и лентёй щеки лентя в чеки лентя в чеки рихтуют капец плоскости общения берутся за рихтовку не примеряют по местам по зазорам крылья и получается что вот тут по торцу двери видно что я мы ее даже не старались выступить здесь тычок изнутри вообще не трогали тут хоть что-то делали пытались он видно приварится но не получалось это надо стукнуть стороны торца пару раз тут по плоскости что-то били-били шишак остался непонятный задней двери вообще плоскости нет куча сисек оторванных вот таких то ли они куда-то торопились то ли это люди так работают не знаю не могу сказать в общем что мы тут будем делать я сейчас по застукиваю вот эти вот штуковинки чтобы у меня зазор более-менее куда-то хоть вышел пройдусь по плоскости молотком по засаживаю шишки потому что есть и мне надо еще снять ручки молдинги зеркала задняя дверь у нас прям очень плохенькая тут еще есть дверным проемом задней части точной частью из половины дверного проема вот этой делать буду в ребро вот сюда под резинку прятаться вроде немного но тоже есть чем позаниматься все кривенько ладно достучим тут становится расширитель накладка надо ее будет примерять дырка на дырке потом внимание вопрос чушь она ржавеет чушь она гниет то что изнутри есть доступ влаги изнутри есть доступ влаги которые мы никак не обработаем ну как есть как есть что-то варили на четвери 1 приступаем освобождаем двери от всего лишнего навесного наверно сейчас начала помою освобожу потом будем расчищать продолжим работы с бмв сексом я подровнял торцы вдоль крыла торцы между собой по дверям и скинул их нафиг потому что мне нужно работать сразу и с дверным проемом с двумя дверями и потом параллельно с крылом с крылом работы не так много разве что надо вот это вот устранить выровнять нагреть нагреть выровнять вычесать расшить то что тут пытались варить и она как получается американский пластик он херово варится очень херово варится не знаю почему европа варится отлично америка нихера не варится дает сразу такие трещины то сделать фаску расшить и нанести сюда двухкомпонентных эпоксидный клей для пластика иначе он все ему дрова иначе но не доживет у нас что будет сейчас происходить с дверями я чуть-чуть по ним прошелся кругом подшибал вот эти вот пупырки от споттера теперь дверь вот это была ремонтная в на мой надо расчистить башда ребра расчищаем снимаем чтобы видеть где еще был ремонт автокаром чтобы поубирать за ним работу их я думаю тут не сильно жирно но все-таки здесь а что здесь здесь мне тоже надо двери будут делаться верхней части все что целый под прибор поэтому снимается полностью все снимаем это дело сразу чтобы не затягивать на потом и начнем мы правильно с обезжиривания нам нужно хоть чем хоть как посмывать отсюда загрязнения в данном случае мне под руку попался 647 растворитель он для этих дел сгодится то есть смыть как у всякую с двери не можно участие примет макита 6050 было круги кубитрон 80 и чуть позже 120 уже перед подготовкой как раз времени это немного занимает но качество на выходе хорошие сразу просматриваю по плоскостям что еще тут мне может не понравиться чтобы понимать где мне какие работы потом проводить в дальнейшем поехали фу ребята дичь какая-то происходит непонятная взяла новый кубитрон новый и я дочистил от досюда вот эту часть это уже добивал тут другим стареньким что-то непонятное стало происходить с кубитроном я это обратил внимание давно еще но я сейчас все реже готовлю больше крашу и пацаны как-то молчат ничего не говорили а а дичь какого плана мало того что я за это время уже должен был давно дверь снести уже отшпатлевать ее одну я ее не могу снести и одного круга уже не хватает на дверь кубитрон паскудится как только они продали лицензию по кубитрон это было два года назад все кубитрон становится потихоньку очком надо искать что-то другое по крупному именно крупному абразиву на замену кубитрону потому что меня допустим такой результат нихрена не устраивает буду сейчас потихоньку смотреть сторону кавакса мерка не зашла еще тогда какие попробовал иридиум это то же самое только по цене неинтересно а вот за кавакс я чуть-чуть слышал информации напишите в комментариях у кого такое же мнение по кубитрону и по каваксу по моему heavy cut он называется у них если глобальная разница по качеству работы потому что надо что-то подыскивать меня такой результат нифига не устраивает что такое 40 минут я еще не вычислил дверь и уже надо одевать второй круг это просто бред какой-то я за 40 минут раньше выпуская ладно за час вот такой капот снимал целиком до голого металла так чтобы не терять время зря пока я там буду драть эту дверку здесь у меня уже шпакло будет подсыхать поэтому обезжириваем хорошенечко я тут еще прошел молоточком кое чтобы простукивал в процессе перетирки то что сразу видел обнаружил и сейчас делаем будем делать несколько протяжек первая протяжка по самым вот этим грубым ямам это будет стекловолокно и потом две протяжки шпатлевку универсальные от компании дюр посмотрим как она себя ведет по порам как она высыхает и как она самое главное перетирается это стекловолокно от леклера его надо немного расходует и шпатлевка небольшой поэтому такой банки сколько они полтора килограмма хватает на всю жизнь перемешиваем и побырику закидываемся сейчас немного было шпакла точнее этого твердоса шпакла на улице плюс 29 понеслась именно по ямам не стараемся ей ничего выровнять это бесполезная затея закладываем 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 сразу лишнее явно лишнюю собираем тоже тема чисто по ямкам потому что тут от споттера они понаоставляли пацаны работают зарабатывать это мы работаем они заднем таких 8-10 машин сделали с каждой по 100 долларов за такую рифтовку взяли клиенту типа недорого якобы сделано и сами бабок заработали реальная тема заезжены уже прокатана отсюда выдралась значит надо и в эту сторону раз и два все уже начала подмерзать не трогаем 5-7 минут перекурчик собираем вот эти вот лишние шишечки короче по стандартной схеме все собираем сейчас покажу шпаклевку дюр дюр шпаклевка универсальная есть пока что только одна значит на каемке крышки нас резинка не знаю хорошо это или плохо но она там есть такая подвижник а мы уже пользовались ребята работали поэтому она перемешанная готова так сказать применение ничего не особого в работе нету все точно так же как и с любыми другими шпаклевками два три процента твердителя сейчас я посмотрю как она наносится как перемешивается какие моменты мне по нанесению там понравится не понравится и будем делать в два прохода первым проходом я сейчас примерно подровняю самые крупные грехи также 5-7 минут подрежу шишки лишние тут уже все по подрезал и потом с большим шпателем частично там пройдемся тут ну тут можно узеньким все сделать тут полукруглая часть нижняя большой тут нет необходимости в нем так мы по перемешиванию нормально шпаклевка шпаклевка знаете у меня последнее время к основным наполняющим шпаклевкам претензий нет никаких вообще потому что все они в среднем плюс-минус одинаково работают да есть конечно шпаклевки у которых там прямо ну прямо реально вау и тянется и трется и поры и все остальное на высшем уровне все остальное плюс-минус она одинаково а вот по пластику шпаклевки вот это да огромнейший такой полу вопросничек тянется хорошо такая как глинка такая прямо свеженькая сыренькая наносить приятно глобально чтобы поры ну по крайней мере дыр я не вижу сейчас это уже хорошо потому что есть такие шпаклевки которые при одном только нанесение уже дырявятся тут я этого не вижу это хорошо так чуть чуть-чуть и не хватило данных до наносить буду чуть чуть попозже очень важно конечно как она будет тереться что при этом как она будет тереться будет происходить все подсыхает тоже предсказуемого начинает густеть на шпателе за шпателем точнее есть ждем 5-7 минут подрезаем вот эти вот шапочки и еще раз протягиваем тут я перебил шишки макушки сохнет шпатлевка хорошо удивительно тепло жарко я бы даже сказал пор нет это радует то есть это уже интересно не знаю у кого они сперли формулу или чья это шпатлевка там внутри банок но шпатлевка неплохая я работал и худшими шпатлевками раньше сейчас берем большой шпатель чтобы можно было по плоскостям хорошо пройтись накладываю побольше пошире лучше сразу протянуть его пошире туда закинуть потому что так или иначе металл играя а шпатлевка шусаживает стягивает металл потом придется до шпатлевывать и зачем это делать потом если можно это сделать сразу раз 2 все больше туда не лезем не упала так тут тоже тоненько перетяну хоть и повреждение типа было небольшое но перетяжку сделала на полную и надеюсь что за одну перетирочку мы это все дело поправим тут я как говорил мне большой шпатель не нужен я полукругом загинаю вот этот и протягивал тут повреждение продольная поэтому вот такая протяжка нам поможет отлично подобрать есть все так это полоса нам не мешает на торцах потом посрезаем все это дверь сейчас по времени уже 6 часов воскресенье я может еще эту успею прошпатлевать сделать буду то же самое и завтра приду она хорошо высохнет буду пробовать тереть и так сразу таки с торцов надо повыгребать там где мы не должны особо краситься начинаем продолжать пока у нас боксе тишина я тут один с утреца можно спокойно поговорить и посмотреть за ночь все у нас хорошо высохла этом дверь накидал две протяжки волокном потому что тут я чуть торец подращивал и три протяжки не толстых шпаклом тереть сейчас я буду сейчас сейчас большим бруском 80 . с пылеотводом поэтому будет чуть-чуть шумно мне интересно просто забивает она или нет наждак уже бушный есть небольшие забитости но они не критичны забивает забивает обычно когда шпатлевка не забивает ты вот так вот делаешь и там все чисто а здесь забивает я щёточки по металлу сейчас покажу как я это устраняю беру щеточку по металлу металлическую делаю вот так она не вредит особо зерну наждака смотрим вот опять он чистый уже буду работать там где ботер шпатлевки именно ее пор я не вижу микро вот там где уже потер уже нормально сейчас по трем там еще не тер все как обычно обычная бюджетка ожидать особо нечего первый слой под забивает на есть чуть-чуть начали дальше не под забивает такие вот дела ладно дотираем тут надо еще будет делать протяжку одну попробовали попробовали шпакло обычно бюджетное шпакло с первого слоя забивает потом не забивает деталюхи у нас готовы под грунт тут все обезжирено сначала кинем эпоксид это тоже один из правильных способов ремонта закрывать шпатлеванные участки эпоксидом потом грунтовать также и правильно грунтовать не закрывая эпоксидом то есть это не противоречащие друг другу процедуры но можно делать и так и так значит грунтовать эпоксидом буду зону чуть шире чем буду накидывать наполнитель наполнитель допустим здесь будут лежать вот такой зоной ручки еще не мотовал там тоже все будет сдираться эпоксидом соответственно накрывая чуть-чуть меньше смотрим эпоксидный грунт у него d240 отвердитель 2 к 1 и 110 разбавитель как ни странно разбавитель универсальный обычно к эпоксидным грунтам идут свои типы разбавители не знаю с чем это связано у них но всегда читайте тдски это очень важно потому что иногда люди зачастую точнее люди ошибаются принимая внимание этот факт что то вот у той компании так значит и у этой так нет как правило к эпоксидному грунту свои эпоксидные разбавители это как раз таки это у большинства компании так принято не знаю почему здесь такой вот подход к выбору выбору но как есть значит какая процедура сейчас будет хорошо вымешиваем это займет у меня пару минут наносим эпоксидный грунт и сколько у него сушки пам-пара-пам 12 часов но это полное высыхание на то чтобы его там перетирать но нам ну я думаю часок может быть даже полтора часика уйдет перед тем как мы будем на него класть грунт наполнитель если класть грунт наполнитель на недосушенный эпоксидный грунт у вас потом будет отслоение от эпоксидного грунта сам эпоксидный грунт держаться будет но будет отслоение дюза 1.6 и 1.8 у меня задача тут стоп мокрый по мокрому вот мокрый по мокрому 45 минут извиняюсь тут два столбика 45 минут ну грубо говоря час дюза 1.3 и 1.4 1.3 и 1.4 хорошо у меня есть на эрганзу 1.4 с нее и нанесем как раз таки почти вымешал дюза 1.4 давление полтора поехали эпоксидный грунт наносится тонкими слоями тем более мокрый по мокрому исключительно тонкими слоями так и любой другой грунт первый слой наносится самым широким в самом широком варианте тоненько нет задачи заливать как наполнителем он хоть эпоксидный грунт и является наполнителем очень хорошим кстати наполнителем но не в версии мокрый по мокрому тут он как именно защита как изолятор все этой изоляции более чем достаточно оставляем на час и потом наносим наполнитель грунт возьму черный объясню почему если проблема какая-то в грунтах и существует она лучше всего себе показывать в черных грунтах в плане усадки черный пигмент в грунтах дает вот это противное свойство долгой усадки просадки в риску долгой в плане то есть он не сразу после высыхания уже закончил свое движение вниз а еще продолжает в течение нескольких там дней сушки это мы и проверим посмотрим как оно будет все дело происходить по это именно поэтому черными грунтами я не пользуюсь даже по леклеру ну 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 темно-серый да но не черный так что у него тут пишет D220 ребят пока искал сюда твердос взял в руки эпоксидный разбавитель а тогда внимание вопрос а чего вы его тут не прописали я как обычный пользователь который купил на рынке ничего не знаю беру и читаю тут есть TDS то есть если бы было только вот такое обозначение TDS читайте я бы полез в TDS тут написано разбавитель 110 а у вас есть 140 я не исключаю что где-то там в TDS он есть прописано но у вас если банк не совпадает с TDS нахрена тогда вообще ничего не печатать какой-то бред реально попробую как-нибудь его с разбавоном потом так 220 но у нас 222 полностью дали потому что быстрый не знаю зачем мне так дали но дали попробуем ладно у нас площади небольшие глянем что там будет есть уже открытый его и возьмем 4 к 1 4 к 1 грунт уже у нас вымешанный пацаны работали поэтому вперед я себе так побольше сейчас разведу отвердос быстрый потому сохнуть оно должно все быстро это и температура под 27 наверное есть 4 к 1 и разбавителя 110 ну возьмем 20 процентов 110 то есть я средняя но разбавителя так скажем немало обычно обычно 15 потолок а тут 15 минимальная планка до 30 то есть такой зазор хороший оставляет рекомендаций и все сейчас идем нагружать давление единичка эрганза блин справляется шикарно даже при таком давлении так ну тут тут я буду наносить целиком мне под перетирку а там именно по шпаклу проведу это что вторую часть второй слой а третий тут тоже будет я буду наносить только на шпаклу уже наверх не буду но это чисто чтобы мне удобно было с плоскостью потом работать тут у нас по шпаклевке вот в такой форме forex так все отлично вид же уже тут блики около шпатлевки это хорошо на черном хорошо видно единственное плюс черного грунта мне нравится что хорошо видно на отражение сразу все на сером не так видно то есть можно первично посмотреть что у нас с плоскостью все слои грунта начну отсюда здесь лежит два слоя грунта и скажу так вот на первом у меня каплюшка пошла он какой-то жидковатый по моим привычкам то есть первый слой у меня здесь только здесь подтек то есть он при среднем разбавлении 20% с учетом быстрого отвердителя он жидковат хотя на плоскости наносится в принципе нормально здесь уже доливал остатки тут получается почти четыре слоя то есть три нормальных и четвертый такой уже там что осталось дораскидал пока мокрая чтобы оно растеклось по растекаемости ну такой знаете средней привычности грунт-наполнитель то есть он не сухарем лежит но шагрень высокая относительно привычных мне грунтов шагрень ну такая очень высокая вот сейчас хорошо видно это он уже полностью на отлип высох будем тереть я думаю сушки я ему оставлю завтра целый день я занят ну полтора дня у него будет общей сушки и две ночи полных выкатим на солнышко пусть посохнут и посмотрим как он у нас будет тереться пока что все так продолжим двери отстоялись три дня грунт ну по-любому высох шагрень ну в принципе нормальная шагрень я ее залил хорошо то есть он растекается сейчас для работы нам надо 180, 240 240 и 320 на мягкой подкладке это все будет идти у меня под грунт мокрый по мокрому поэтому начинаю со 180 чтобы просто быстрее отработать пылеотвод к пылесосу не подключаю специально чтобы посмотреть как там что будет с наждаком происходить понятно что 180 грунт будет тереться по-любому хорошо не забивает грунт полностью высох за трое суток я 180 сейчас перебиваю все до состояния когда у меня шагрень если есть то она еле-еле вот так просвечивается потом перехожу на 240 брусок 240-320 на машинке и все у меня готово под мокрят доставка вот так Ну, вы знаете, слой хороший, толстый получается, потому что тут у меня небольшая кривинка оставалась, три жирных залитых слоя, 180-ка, я вытер в ровную линию, но еще не пробился. Это значит, слой нормальный, плотный. Мерять я не буду, потому что там бесполезно особо, там много шпатлевки. Мы не поймем точно, я не делал тест именно на тест-панель, что-то я протупил. Ну, так, в общем, нормальненько перебивается. Пойдет. Так, дверь готова к мокрику, вот краз. Ну, тут я вытирал, а тут и вот тут перебилось. На торце неудивительно, как бы крупные наждаки очень были, но так, в общем, то есть по плоскостям нигде пробивов нет. Слой получился хороший, грунт высох, и, в принципе, терся вполне себе нормально. Поэтому для бюджетного грунта неплохой результат. А да, на него, я думаю, нельзя надеяться, что он за 4 часа так высохнет, чтобы его перетереть, потому что все-таки бюджет-бюджет. Ну, на неспешные какие-то работы, когда нужно сэкономить, я думаю, прокатит. Так, давайте посмотрим на готовый результат. В общем, в целом, очень даже неплохо получилось, учитывая, что это, в принципе, грунт в районе бюджета, но на крыле вопросов нет, тут малая зона. А здесь мне не понравилось, вот тут в одном месте, отчетливо видно. Я-то это сейчас подполирую, подоберу чуть-чуть. Но там, где выход на металл, у грунта, вот именно, получается, идет грунт, потом чуть-чуть тонко протертый металл, и опять грунт. Здесь видно, что двухкомпонентный материал, который я сверху лил, он среагировал с низом, то есть низ у нас, грубо говоря, полноценно не высох. А это единственное, что мне не понравилось. По всему остальному, как он сохнет, как он трется, если это неспешные какие-то работы, вполне себе неплохо, ну, для бюджета, я думаю, где-то может быть, плюс-минус. Ну, это бюджет, с него особо требуется. Я просто сравниваю материал с тем качеством, с которым я привык работать, ну, хотя бы уровня, там, среднего рынка. Это же низ рынка тут, ну, придираюсь я к нему, прям таки, серьезно придираюсь. Такие вот дела. Все, всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комменты. Всем пока.